Внимание пассажира и экипажа! Объявляется учебная шлюпочная тревога. Беги, моряк, а то утонешь! Шлюпочная тревога дает понять, облачиться в гидрокостюмы нужно всему экипажу судна, даже если оно воображаемое, как сегодня у лицеистов. Впрочем, обмундирование самое настоящее, 6-килограммовое. Надеть его нужно максимум за 2 минуты. Зато находиться в ледяной воде оно позволяет по двое суток. Думаю, это будет очень полезно в жизни, потому что стараешься дать так информацию, чтобы она пригодилась, была не сухой, техническая. Стараюсь объяснить более качественно детям, как нужно спастись, как нужно предупредить ситуацию, чтобы не было аварийных ситуаций и как нужно действовать. После своего личного опыта, не очень хорошего, скажем так. Однажды Олег Државецкий чуть не утонул в Охотском море, а еще 9 лет был капитаном теплохода Миколуха Маклай. Профессиональную судьбу благовещенца педагоги ковали в этих самых кабинетах. В 80-х он ходил сюда в клуб юных моряков. Еще раньше, в начале 20-го века, в двухэтажном здании жила чита врачей Бочкаревых. Установить точный возраст постройки специалистам не удалось. Скорее всего, она строилась как два здания. И по архитектуре, и по фасаду видно, что это два здания. Соединялись они между собой аркой, въездными воротами, через которые на тележке или еще, или на карете въезжали или хозяева, или больные. Арку заложили. Теперь вместо нее окно. Их этим летом во всем здании заменили на металлопластиковые. Расцветку под дерево утвердили архитекторы. Вместе с входными дверьми они обошлись городскому бюджету больше, чем в 3 миллиона рублей. Еще 2 миллиона 700 тысяч потратили на фасад. Каким он только ни был за свою историю. Даже белым. В процессе реставрации зданию вернули исходный кирпичный цвет. Его вход на днях обретет козырек. Конечно же, на здании дома должна появиться мемориальная доска, которая рассказывает о том, что это за здание, краткую историю этого здания, чтобы проходящий мимо, поэтому уже сегодня к тротуару, переходя улицу, увидев это здание, не мог пройти мимо, подошел, почитал и узнал еще одну страничку истории нашего города. Увидеть здание с любой точки квартала горожанам мешают высокие деревья. Обрезку нескольких с властями планирует согласовать инспекция по охране объектов культурного наследия. Рядом высадят кустарники. И горожане в этом смогут поучаствовать.